МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ким Джулур Дах, Ол Си Тихилях, что в переводе с якутского означает «Кто стремится, тот победит». Дорогие телезрители, это дневники игр «Дети Азии». Меня зовут Айсена Бурнашова, мой коллега Максим Кордозов, и мы приветствуем вас! Привет-привет! Соревнования игр «Дети Азии» в самом разгаре, а значит, совсем скоро мы узнаем первых победителей. Айсена, мне уже не терпится подержать в руках эти замечательные, красивые, блестящие медали. Я тебя понимаю, но всему свое время. Максим, давай начинать. Давай. Максим, как там твои фавориты-самбисты? Они одними из первых вступили в борьбу за медали. Самбисты на высоте, то есть на ковре. Все-таки правду говорят, что самбо – это наука побеждать. Ребята сейчас усердно борются над тем, чтобы выйти в финал. О том, как прошли предварительные схватки, смотрим в сюжете. Во второй день отстоять честь Якутии удалось только девушкам. В бронзовый финал игр «Дети Азии» отобрались Дарья Шарапова и Сахаяна Карякина. Дарья одержала победу болевым приемом у представительницы из Казахстана. Схватка была, упорная соперница тоже очень хорошая. Достойно поборолись. Было тяжело, да. Очень скучаю, побыстрее приехать домой хочу уже. У Сахаяны все три схватки были международные. Натиск ее атак не смогли пройти самбистки из Монголии, Киргизии, Узбекистана. Якутянка свое не упустила и воспользовалась последним шансом. Я сделала спину с колен, по-моему, с односторонним захватом. И она упала на живот, получила балл я поэтому. А, ну ты видела, да, на тапу сколько времени? Да. И мне там оставалось, ну, вот я последний бросок думала, еще будет пять секунд, да. Да, я пыталась стоять, потому что смотрела, что у нас счет уже одинаковый. И если бы я упала, то я бы проиграла. Итоги у нас хорошие. У нас одно серебро, три бронзы и пять пятых мест. В общем, команда выступила, можно сказать, хорошо. С результатом довольны, но не хватает нам все равно золотой медали. Болеем дальше за наших ребят. Всем удачи. Неплохие показатели у спортсменов Дальневосточного федерального округа. На коврах Дети Азии им удалось завоевать четыре золота. Ну, мне кажется, он уже морально немного подсел после того, как два балла проиграл. Ну, и там он уже все больше как психологически сдулся. И просто я нашел моменты и сделал уже. Самые бурные и ярые болельщики на трибунах триумфа – это сборная команда Монголии. Бурно реагирует на победные действия. Ну, и, конечно же, колоссально поддерживает и тех, кто проиграл на ковре. А локомотивом их ведет национальный флаг страны. В Монголии было за кого поболеть. Энджарик Энхайрамбал выиграл у оппонента из Узбекистана и привез золотую медаль своей команде. Каждая схватка была тяжелой. Я уже встречался с Галибовым на чемпионате Азии и выиграл. На первенстве Азии в Казахстане я стал вторым. И это мое первое золото в представительных соревнованиях. На этом программа «Самбо» завершается. Спортсмены из Узбекистана, Монголии, Казахстана, трех федеральных округов России увезут домой золотые медали восьмых игр «Дети Азии». Евгена Егорова, Иван Саракаумов. Спорт все время развивается. И количество олимпийских видов только растет. Так, на Олимпиаде в Токио 2020 впервые были разыграны медали в баскетболе 3 на 3. И неудивительная сцена. Ведь это скорость, динамика, прыжки. Ого, как ты можешь! На эти игры «Дети Азии» приехали спортсмены, 60 человек, чтобы сразиться за звание лучшего из лучших и показать настоящие чудеса на виражах с мячом в руках. Давайте же посмотрим, как идет подготовка баскетболистов и по каким правилам пройдут соревнования. Один из самых зрелищных и эмоциональных видов спорта – баскетбол 3 на 3 – был включен в 2022 году на седьмых играх «Дети Азии». От традиционного баскетбола отличается количество игроков. Их должно быть три, а также зона игры. В игре задействована только половина баскетбольного игрового поля с одним кольцом. Каждая команда должна попробовать помешать противнику завладеть мячом, а также попасть как можно больше мячей в кольцо соперника. У меня не получилось, но за меня это сделают профессионалы, которые усердно тренировались. Быть быстрее, выше и сильнее соперника. В каждой стране и регионах России проходили отборочные матчи, поэтому в Якутск съехались лучшие из лучших, в том числе из Таиланда, Кыргызстана и Казахстана. Отобрались вот вчетвером, поехали в Алмату, сыграли турнир и были сборы на эскуле. Тренировки были нелегкие. Мой рост 2 метра и 2 сантиметра, ожидания от игр у меня только положительные. Надеюсь получить заряд хороших эмоций и, конечно же, победу. Прыжок, бросок и мяч точно летит прямо в кольцо. В коротких перерывах тренировки тренеры разбирают технику, дают ценные советы и подбадривают спортсменов. За плечами наших спортсменов только чемпионат Казахстана, в республике. Но это те дети, которые заняли первые места, они по этим отборам приехали сюда на Дети Азии. Зная, сколько команд приехало и какие команды, у нас все шансы на победу. Ну а сборная команда Якутии начала готовиться за несколько месяцев до основного старта. За все это время состоялось огромное количество выездных сборов и тренировочных матчей. Отрабатывали тактику игры, физические навыки и различные комбинации. В течение года было проведено несколько соревнований, а также первенства республики Сахайкоти, где были отобраны сильнейшие и лучшие игроки. На международных спортивных играх слабых команд нет, все сильные команды. В мужском дивизионе заявлено 9 команд, а в женском – 7. Соревнования пройдут в течение пяти дней. Играть будут по круговой системе в день по две игры. Поддержка – это, конечно, очень классно. И жду весь Якутск на наши игры, чтобы болеть. Но больше меня захватывает, наверное, скорость. Больше 3 на 3 – это более быстрый баскетбол, чем классический баскетбол. В игре побеждает команда, которая наберет больше очков за 10 минут или первой 21 очко. Игры обещают быть жаркими не только на паркете, но и на тренерской скамейке. Даяна Федорова, Вадим Барашков. Соревнования игр «Дети Азии» проходят на 16 спортивных объектах. Один из них совершенно новенький. Его возвели за рекордные 10 месяцев и при этом в качестве не потеряли. А это самое главное. Возвращаясь к рекордам, свои лучшие результаты там смогут показать волейболисты. Потому что эта арена выбрана главной площадкой для их жарких баталий на паркете. Начиная с 96-го года в Якутске было построено более 20 спортивных объектов. Новый спортивный зал отвечает всем современным стандартам и требованиям. Здесь пройдут предварительные схватки по волейболу. И мы дадим новые имена новым рекордам. Состязания начнутся уже в эту пятницу. Настрой, безусловно, боевой. Девушек собрали из разных районов республики. В состав входят и уроженки Амгинского улуса, как представители сильной школы волейбола. Команда состоит из девушек города Якутска, Чуропчинского улуса, Мегина-Кангаласского улуса и Усселандского улуса. Для девушек это первые международные соревнования такого уровня. Тем не менее, по их словам, атмосфера царит привычная. Возможно, именно такая уверенность поможет одержать победу на предстоящих встречах. Здесь более большой турнир, поэтому зрителей будет очень много. Волнительно. Да, волнительно. У нас все получится, мы добьемся высот. Надеемся на первое место. Противники очень сильные, но и мы не такие уж и слабые. Дружба в спорте, к миру на земле – девиз, который сопровождает атлетов уже на протяжении нескольких поколений. Что примечательно, спортсмены не считают команды-участницы соперниками, наоборот, настраиваются на хорошую игру и дальнейшее взаимодействие с иностранными делегациям. Все команды, конечно, готовились, как мы. Ну, сильнейшие, можно так сказать, Сибирский федеральный округ, Уральский федеральный округ, лидеры игры. Ну, наверное, так. Основка, конечно, волнительная, конечно, ответственность большая у нашей команды, но мы должны побороться. Ну, а показательная тренировка не обошлась и без почетных гостей. С детьми тренерским составом пообщался министр спорта России Михаил Дегтярев и дал свое напутственное слово. Не будем отрицать, что для принимающей стороны проведение мероприятий такого масштаба – это отличная возможность для развития спортивной и иной инфраструктуры. А сами игры, по словам президента, – один из самых интересных и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. И в очередной раз они покажут себя во всей красяке. Надежда Саханская, Радомир Сергеев. Ёж через вилку конем пошел на рентген и продвинулся к форточке. Что это за набор слов? Вилка, ёж? У меня что-то даже в животе заурчало, кажется. Максим, это термины из шахмат. Их не просто знают юные спортсмены из восьми стран мира и пяти округов России, но и успешно применяют на соревнованиях. На играх одновременно с мини-футболом, настольным теннисом и самбо стартовали и шахматные баталии. Интеллектуальные виды спорта сегодня активно захватывают умы и сердца все большего количества людей. В восьмых играх «Дети Азии» в турнире по шахматам сразятся представители команд из семи стран – 17 девушек и 20 юношей. Борьба будет идти по швейцарской системе в 9 туров. Победитель определится 4 числа, и 4 будет награждение. Суть системы заключается в том, что после первого круга проигравший не выбывает из турнира, а переходит в следующий тур, где встречается с участником, набравшим то же самое количество очков. Пары отбираются подобным образом до тех пор, пока не будет выявлен победитель. На столах у шахматистов не должно быть ничего, кроме шахматной доски, листка, бумаги и ручки. Также категорически запрещено пользоваться мобильными телефонами и контактировать с кем-то из представителей команд. И мы не сможем пока пообщаться с шахматистами, не будем их отвлекать, потому что сейчас им важна каждая секунда. Саентгус из Монголии в 1996 году сам принимал участие в играх. А сейчас привез своих воспитанников. Я очень рад, что снова приехал в Якутск. Я был здесь участником 28 лет назад. И здесь играют 4 спортсмена. Два девочки, два мальчики. Эти молодые ребята почти все имеют за своими плечами богатый опыт. Каждый из них принимал участие в соревнованиях разного уровня. И уже скоро результаты покажут сильнейшего из сильнейших. У нас здесь, получается, трое из четырех являются чемпионами Айтии среди детей, среди школьников. Одна из участников является чемпионкой Кыргызстана среди женщин по блицу. На каждую партию выделяется полтора часа. Плюс 30 секунд на каждый сделанный ход. В среднем партия длится примерно 4-5 часов. Всего в соревнованиях по шахматам будет разыграно два комплекта медалей. Ирина Жданова, Иван Саракаумов. Если вы любитель адреналина, ярких эмоций и соревновательной атмосферы, то вам точно нужно попасть на состязание по мини-футболу. И не нужно обращать на эту приставку мини. Здесь все по-взрослому. Это действительно так. Состязания невероятно азартные. Уже начались круговые этапы. Поэтому можно смело определяться с любимчиками. Так сказать, за кого болеть и за кого переживать. Спорткомплекс «50 лет победы» давно не видел большого футзала. Трибуны полны, зрители ликуют. За звание сильнейшего сразятся сразу 7 команд. И первыми на паркет вышли сборные Якутии и Кыргызстана. Гости площадки открыли счет на третьей минуте. Однако спустя пару мгновений равновесие в счете было восстановлено. Игрок сборной Кыргызстана Арсен Талайбеков поразил свои ворота. До шестой минуты якутияне вырвались вперед. Результативный удар и счет 2-1 в пользу хозяев паркета. Ситуация обострилась к середине первого тайма. Сборная Якутии результативными голами вырвалась вперед. По итогу первого тайма счет 4-1. Атмосфера на трибунах накалилась до предела. Начало второго тайма осталось за сборной Кыргызстана. И двумя забитыми голами. С разницей в минуту отличились игроки и команды гостей. Якутияне же ответили пятью результативными ударами. Итоговый счет встречи 9-3 в пользу сборной Якутии. Первый мы хорошо взяли 4-1. Во второй они начали догонять. Потом нас тренер наругал. И мы вышли вперед. Соперники сложные. Мы знали, что они сложные. В Кыргызии мы против них играли. Мы два раза не проиграли. Трудовая, но яркая победа якутской сборной – результат длительных тренировок. Ребята прошли масштабный отбор. В сборную включили сильнейших спортсменов со всех уголков республики. Далее были крупные домашние международные старты. И вот теперь кульминация игры «Дети Азии». Нет слабых команд. Радует одно только, что победили. Ну а счет это вообще ничего не отражает. Мы могли так же проиграть. Все команды приехали сюда не отбывать свое место, а хотят выиграть. Но если приехали, значит, какие-то задачи ставят задачи. Ну много сумбура было, волнения очень много. Я так у своих ребят видел. Ну а так, конечно, рады очень победе. Якутяне записали в свою копилку первые три очка и продолжат бороться за звание чемпиона игр по круговой системе. Следующим соперником станет сборная Сибирского федерального округа. Петр Васильев, Иван Саракаумов, Якутск. На этом выпуск дневников игр «Дети Азии» подходит к концу. Смотрите нас каждый день и будьте в курсе самых интересных событий. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!